Привет всем и громаднейший привет Эстонии Анне, Анюте, которая заказала у меня как раз вот этот вот макияж целых полгода назад, она мне прислала запрос на макияж в арабском стиле, и вы можете оценить, насколько уже запаздываю я с выполнением своих запросов, к сожалению. Очень мне стыдно по этому поводу, именно поэтому не принимаю сейчас новые запросы. В общем, что у меня получилось, я сегодня пыталась делать более-менее настоящий арабский макияж, насколько это может сделать неарабская девушка, да. То есть обычно, что мы, европейские или западные девушки, творим на себе, когда пытаемся сделать арабский макияж, мы делаем inspired. То есть у нас куча ошибок обычно, и у меня тоже в прошлые разы были, и сейчас они тоже есть, но сейчас просто их чуть меньше. Я изучила фотографии 500, наверное, арабских макияжей, и осознала, что основа в 90% матовая, в 90% обязательно линзы цветные, сероватого оттенка с такими прожилками, чтобы сделать такие нереальные глаза. У всех абсолютно графичные брови, даже у блондинок они намного темнее, у всех они очень длинные, у всех они тонкие, у всех они очень нарисованы, нереально матовая кожа, немного румян, обычно натуральные, либо даже красные бывают губы. Тени не обязательно, тени обычно красных, рыжих, золотых, синих оттенков, это самые частые, ну и черные еще самые частые оттенки в арабском макияже, остальные встречаются пореже, в том числе и фиолетовый, и зеленый. И вот, что я сделала на основе всех этих изучений и рассуждений, и, конечно, самая арабская часть, это сильная коррекция лица и губ, и арабская подводка, которая идет вот сюда, вот на основе всей этой теории, я сделала такое безобразие. Специально для Анюты, надеюсь, Анюте понравится. Итак, практически правило арабского макияжа, кожа должна быть матовая, очень-очень-очень матовая, возможен легкий такой холодный, как будто свет изнутри, такой блеск полуматовый на некоторых областях, например, вот на верхней части скулы, над губой, под бровью, очень сильный блеск. И во внутреннем уголке глаза тоже часто встречается, но кожа в 99% случаев арабского макияжа очень матовая, поэтому выбирайте свою самую матовую тональную основу, у меня, например, Revlon Color Stay для жирной комбинированной кожи, либо же вам нужно будет просто на обычную основу положить хороший слой пудры. И нам нужен консилер чуть светлее нашего оттенка кожи, у меня это NC20 от MAC, наносим на область под глазами, сам слой тональной основы должен быть таким средним, не очень плотным, раз мы будем еще класть пудру, но и точно-точно совершенно не бледно. И консилер под глазами наносится на треугольную фактически область, то есть вот полностью на всю эту и даже вот на эту вот часть к виску тушуется. Теперь тоже немножко высветляю область над верхней губой, переносицу, точнее высветляю область спинки носа, самую верхнюю часть, самую уступающую прямую. Далее нам нужно некоторые части лица сделать темнее, подчеркнуть тень, которая у нас идет на скулах, на висках, линии подбородка. Для этого сначала мы берем тон румян или бронзера, такого натурального оттенка, но немножко загарного, темнее нашей кожи. У меня это NYX Chocolate Mousse. И интересно то, что, насколько я видела, в арабском макияже почему-то светлые цвета делаются способом жирной коррекции, ну то есть кремовыми продуктами, именно хайлайт часто делается, а вот затемнение, скульптурирование такое вот темным цветом, почему-то обычно именно пудровыми текстурами. Ну видимо, чтобы добиться еще большей матовости на этих областях. И тем же цветом также нам нужно и нос немного подчеркнуть. Точнее, если честно, арабский макияж из всех остальных видов макияжа допускает больше всего коррекции носа. Практически как будто мы пытаемся стать копией Майкла Джексона. И теперь нам нужен коричневый тон еще темнее, только не с теплым оттенком. Такой может быть сероватый, коричневый, и чуть-чуть его мы наносим на те же самые места, где мы затемняли. Для того, чтобы углубить наш эффект, но нужно быть очень аккуратным. Не переборщи, для этого можно использовать и тени, и какие-то темные бронзуры. Главное, чтобы они были не очень рыжими. Теперь нам нужно припудрить лицо, либо рассыпчатой пудрой натурального оттенка вашей кожи, либо бесцветной. Прямо на все лицо наносим эту пудру. Макияж должен быть, ну, очень матовым в основном. Теперь брови. Брови в арабском макияже всегда неестественны, всегда нарисованы, всегда практически соблюдают правила. Вот если провести горизонтальную линию от внутренней к внешней стороне брови, да, она вот обычно должна соответствовать горизонту или быть чуть выше. В арабском макияже очень желательно, чтобы она была чуть выше. То есть всегда брови такие вздернутые, летящие, стервозные. Они всегда довольно тонкие и всегда очень четкие. Фактически сделаете натуральные брови, считаете, что завален просто арабский макияж, макияж уже не арабский. Берем свою самую-самую-самую-самую тонкую кисточку, такую вот скошенную, которой прорабатываются брови, и тонкими штришками, тенями натурального цвета ваших волос, или даже можно чуть-чуть темнее. Мне обычно советуют сделать чуть-чуть светлее в обычном макияже европейском, а вот в арабском чуть-чуть темнее наших волос, должны быть наши брови. И рисуем сначала прямую. Арабская бровь вот в этой плоскости очень длинная, так что не боимся завести ее довольно далеко вот сюда, может быть даже дальше, чем при обычном нашем европейском макияже. И она всегда имеет излом. Но с этой точки здесь уже нет четкого ограничения. Она может пойти либо чуть выше обычного дальше домиком, либо даже вверх в разлет. Как бы такие брови стервозные. Но я даже не знаю, наверное, буду делать не очень экстремальную. И тоже интересно, у арабской брови практически всегда вот этот вот изгиб, да, он проходит довольно далеко. В классической европейской схеме должен проходить через кончик край носа, да, середину зрачка. В арабском макияже приветствуется, чтобы брови были еще длиннее и излом происходил позже, чем обычно. Это делает лицо более таким инопланетным, более широкой, делает верхнюю часть лица. Еще один шаг, который выполняется обычно в арабском макияже, это нанесение с помощью плоской кисти светлого консилера под бровь и растушевку. Это помогает сделать бровь и тоньше, и ярче, и графичнее. В общем, все, что нам нужно. И сверху. Но сверху нужно обязательно растушевать. Почти во всех примерах настоящего арабского макияжа под бровью мы можем увидеть сильный такой перламутр. Для этого я беру такие вот тени, очень известные тени L'Oréal Infoible, наношу кисточкой для консилера. Под бровь дает очень сильный светящийся эффект. Дальше нам нужен самый важный элемент арабского макияжа. Это подводка глаз. Карандашная подводка по внутреннему веку. Вы можете делать и подводка ее. Но мне кажется, что мне просто лично удобней. Обязательно. Вы не увидите ни одного арабского макияжа без жирной подводки, у которой внешний край уходит вверх, а внутренний край вниз вниз. Продолжение следует... Ну, нам нужно обвести полностью водную линию глаза и даже намного дальше, ниже спускаться, зарисовывать еще и ровненько линию под нашим разрезом глаз, за ресницами, ресничную линию все прорисовать. И верхнюю, и нижнюю. Но, повторюсь, делайте это тем, чем вам удобно. Само подводка может быть толстой или тонкой. Это значение не имеет. Встречаются и такие, и такие арабские макияжи. Совершенно это не необходимое требование. Внутренний уголок у нас уходит как бы дальше натуральной границы. То есть он дорисован внутрь, острый такой, то, что я называю птичья подводка. То есть рисуем вот здесь вот такой треугольник. Наша стрелка идет не только вверх, как обычно, но и вниз. Ну и обычную стрелку, которая идет вверх, нам тоже хорошо бы добавить. Потому что она тоже важный элемент арабского макияжа. Дальше, когда у нас есть арабская подводка, я вас уверяю, совершенно необязательно делать арабские тени. Тени присутствуют совершенно не в каждом настоящем арабском макияже. И можно оставить совершенно даже без теней на веки. Можно нанести под глаз яркие, бирюзовые, золотые или синие тени. Ну и сейчас я сделаю сначала губы, потом я буду делать тени. Ресницы накладные и тени совершенно необязательны. И более того, накладные ресницы крайне редко встречаются в арабском макияже, если вы хорошо посмотрите, внимательно посмотрите фотографии. Поэтому перейду к губам. Сначала я нарисовала верхнюю часть лунку, вот эту вот, чуть выше своей. Теперь я скругляю ее к бокам. Дальше рисую нижнюю часть серединку. Опять скругляю ее и прорисую уголки, потом буду соединять. Мой карандаш для губ это Rimmel в оттенке Natural. Он довольно теплый, даже более теплый, чем мне нужен. Обычно губы в арабском макияже более холодные, поэтому я буду использовать сверху более холодную помаду. На центр губ нанесу такой вот бледный оттенок помады от Catrice. Это 010 B-Natural. А теперь помаду Maybelline из серии Hydra Extreme 721 буду наносить на внешние уголки. Она такая более розовая и намного более холодная. И у меня уже очень увлажняющие такие помады, поэтому они выглядят блестящими. И на центр нижней губы я нанесу то же самое, что наносила под бровь. То есть вот такие вот тени от L'Oréal Infoable. И распределю кисточкой. Теперь, наконец-таки, я перейду к теням. Буду использовать вот такую вот кисть для теней. Небольшую плоскую и светлый перламутровый оттенок. И я нанесу вот на эту внутреннюю часть. Этот шаг совершенно не у всех арабских макияжей встречается. Тем не менее, у многих довольно часто. Дальше я возьму горчичный оттенок с небольшими блестками из той же палетки. Палетка, кстати, была 406. И нанесу чуть дальше после вот этого цвета. Теперь сияющий винный оттенок. Это джинс 365 с растушевочной кистью. Это МАК 217. Нанесу на внешнюю часть в той же форме. И, конечно, раз большая часть нашего века, по крайней мере, в моем случае, занята уже подводкой, не нужно поднимать этот цвет слишком высоко. Форма нашей тени желательно должна быть кошачьей, то есть приподнимающейся вверх, не круглой, а такой отстающей как бы. Нам нужно вытереть эту же кисть и теперь растушевать вот эти два цвета вместе. Мы не совсем прямо растушевываем их в одно целое, а просто тушуем границу, то есть нам нужно, чтобы все-таки это не стало одним цветом, а будет двумя, просто очень мягкими. Таким примерно образом берем любой матовый бежевый оттенок, либо даже пудру и наносим чуть выше, стирая границу. Мы это делаем с помощью той же самой кисти. И той же самой кистью Мак 217, чуть-чуть 228 оттенка от джинс, это такой непонятный средний между коричневым, фиолетовым, бордовым и черным. Мы нанесем чуть-чуть на самый уголок глаза, вот сюда вот, просто чтобы его затемнить и растушевываем. Ну и вот такое вот безобразие получилось у меня в результате. С одной стороны, безобразие, конечно, страшное и похоже я на трансвеститы и старше в два раза, с другой стороны, это реально уже похоже на арабский макияж. Очень нужны сюда серые линзы обязательно. Я вам гарантирую, что в 80% фотографий профессионального арабского макияжа вы увидите серые, чаще всего линзы, либо какие-то ореховые линзы, которые намного светлее своих глаз и делали глаза таким ненастоящим. Ну и вот, Анют, оттяни, что у меня получилось. Для тебя, извини, что так долго старалась, честно скажу, и долго думала над этим, изучала теорию вопроса. Я надеюсь, что ты не очень разочарована. Обожаю тебя. Пока.